Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучение послания апостола Павла к Галатам, и перед нами открывается пятая глава. В четвертой главе напомню, что апостол Павел говорил о свободе, о том, что мы с вами дети свободной, то есть сары, по благодати, по идее, а не дети Агари, той, которая была рабыней. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа, еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Итак, апостол Павел говорит об обрезании, что оно не имеет никакой роли во Христе Иисусе. И да, это действительно так. До пришествия в мир Христа Спасителя, до вообще закона, точнее, до закона Христова во времена закона Моисеева, это играло важную роль, потому что и отношения с Богом были соответствующими. Здесь же Христос исполнил в себе весь закон, исполнил, дополнил его, сделал его новым, закрепил новые отношения с своим народом, с теми, кто будет идти за ним. Если человек говорит, мне для христианства необходимо обрезаться, то в таком случае он лишь исполняет часть закона, он этим подтверждает для себя, что для него не так важен Христос, или он не доверяет, что, может быть, Христос не так сильно спасает, а если я вот обрежусь, еще будет больше и лучше. Но одно из важных отличий закона Ветхого от закона Нового в том, что, нарушив одну заповедь, ты нарушаешь весь закон, какой бы малой она ни казалась. Может быть, ты не в то время совершил молитву или не совершил омовение в положенный срок, тогда ты нарушил весь закон. Ты нарушил тот закон, в который входит и не уби, и не укради, и не прелюбосотвори, и не дожи свидетельству и так далее, в который входят все эти понятия. Соответственно, если ты обрежешься, но не будешь исполнять весь остальной закон, то где же твое спасение от закона? Мы с вами в Новом Завете, по мысли апостола Павла, отказываемся от идеи спастись через закон, ибо никто из ветхозаветных праведников, исполняющих закон, во-первых, не смог его исполнить до конца, а во-вторых, никто из ветхозаветных праведников не спасся через закон, не соединился со Христом, но остался вне Христа. Далее. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине. Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Итак, здесь апостол Павел использует очень интересную греческую конструкцию. Вы шли хорошо, но здесь имеется в виду такой термин, как бежали хорошо, бежали дистанцию, были как спортсмены, которые шли хорошо, бежали, но вдруг вас кто-то остановил. Остановили как раз-таки те люди, которые проповедовали обрезание, проповедовали иудео-христианскую модель. Убеждение о иудео-христианской модели не от призывающего вас, то есть ни от Христа, ни от Бога. Малая закваска заквашивает все тесто. Даже вот это небольшое сомнение о праведности, о стиле религиозной жизни, которая не соответствует Павловой проповеди и проповеди апостолов, которая видна из решения апостольского собора, из того, что апостолы приняли апостола Павла и его стиль духовной жизни посчитали правильным для людей, пришедших из язычества в христианство, может испортить все, испортить все дело. В этом очень важная и интересная идея. На самом деле и в нашей жизни с вами, в духовной, даже небольшая проблема, нерешенная, непроанализированная, может стать проблемой для всей духовной жизни и даже привести нас к отпадению от Христа. «К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы и вы не были истреблены друг другом». О чем же здесь идет речь? Это очень емкое, очень красивое выражение апостола Павла о нашей с вами жизни. «Люби друг друга, любите друг друга, как самого себя». Почему? Потому что любая добродетель в своем совершенстве связана именно с любовью. Мы смиряемся друг перед другом, потому что любим друг друга. И можем смиряться только в ореоле любви. Мы можем терпеть другого человека, даже терпеть Бога можем, тогда, когда мы его не любим, или тогда, когда мы не любим нашего ближнего. Но терпение и смирение — это разные состояния. В слове «смирение» в русском языке мы видим слово «мир», «покой». А разве может быть мир в душе, если я терплю другого человека? Нет. Скорее только тогда, когда я его люблю. Мы смиряемся легко перед, например, нашими детьми, с их проблемами и с их каким-то баловством. Смиряемся, потому что мы их любим. Но мы на те же самые действия другого человека можем отреагировать совершенно иначе именно из-за отсутствия этой любви. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы и не под законом». Итак, жизнь в духе, в духе святом для христианина, является совершенно новым образом духовной жизни. Когда дух направляет человека на определенную стезю познания Бога и спасения. Обратим внимание на то, что в Священном Писании не находятся указаний на то, чтобы, например, заниматься подвигом столбничества, подвигом юродства. Мы не находим прямых указаний Господа и Спасителя или, например, апостолов на данный подвиг. Но мы видим, что люди, водимые Святым Духом, который всегда живет в церкви и, соответственно, водит своих святых и живет во своих святых, Дух Святой направляет их на какие-то новые свершения и новые пути познания Господа Иисуса Христа. Один из древних отцов, имя которого я, к сожалению, не могу сейчас назвать, в толковании своем на слова Иисуса Христа о узком пути, помните, не входите вратами широкими, но узкими, говорит о том, что узкие врата — это вера в Иисуса Христа. Она действительно сложная, она действительно иногда представляется нам нелогичной, оторванной от жизни. Именно так иногда люди себе ее представляют. Так вот, войдя во Христа, войдя в жизнь во Христе, перед нами предстает большое поле, поле, в котором мы можем идти той или иной дорогой ко Христу, монашеством, браком, девством и так далее и тому подобное. Очень многими путями. И мы видим на примерах святых, что люди достигали совершенства в Боге очень разными путями. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Казалось бы, некоторые вещи для нас совершенно далеки. Мы с вами, немногие могут сказать, что они совершили те или иные тяжелые грехи. Но среди этих грехов есть вещи, которые нам очень знакомы и встречаются в нашей жизни. Например, вражда и ссоры, зависть, гнев, распри и разногласия. Бывают в нашей жизни? Бывают. Бывают ненависть? Бывают. Пьянство? Бывают. Бесчинство и тому подобное? Да, бывает. Получается, что, когда я соединяюсь с этими злодеяниями, я становлюсь противен Богу. Противен в плане того, что становлюсь антагонистом. Становлюсь как раз-таки человеком, который теряет подобие Божие, и поэтому не смогу войти в Царство Божие. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Эти слова Церковь использует в дни памяти преподобных отцов. И действительно, нам нужно помнить о том, что плод Духа, плод жизни в Духе, плод Духа Святого в нашем с вами сознании, в нашем сердце, в нашем Душе, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Люди, стяжавшие это состояние и живущие в этой жизни, в жизни, в Духе, не нуждаются в законе, регламентирующем их жизнь. Более того, человек, который действительно имеет духовные дарования, действительно живет в Духе, он как раз-таки радостен, любвеобилен, мирный, долготерпеливый. И это некая лакмусовая бумажка, индикатор, который позволяет нам с вами определить, правильно ли мы дорогой идем, правильно ли мы исповедуем Иисуса Христа, правильно ли мы живем нашей жизнью в Боге. Если она не рождает ни любви, ни долготерпения, ни радости, если она рождает просто распри, ненависть, разорение, гнев друг к другу, то тогда наша жизнь совершенно не духовна. Даже если нам кажется, что весь наш гнев праведный, вызван нашим тщанием по поводу чистоты той же самой веры. Посмотрите на первомученика архидиакона Стефана из книги Деяний. Когда его побивают камнями за слово о Христе Иисусе, он молится о том, чтобы Господь простил им это согрешение. Вот истинный плод Духа, когда человек не гневается. Сегодня мы можем применить свои злобные иногда качества, иногда не самые любвеобильные, радостные качества практически везде. Сегодня человек может выливать свое негодование, свои неприязнь даже в социальном пространстве, в роли каких-нибудь злых комментариев, ссор и распри. Они не приносят должного плода, они не дадут никогда... Во-первых, они не исправят того человека, на которого вы это обрушиваете, но изменит меня, сделает меня злобным и раздражительным. В моей душе поселят совершенно не те чувствования, которые должны быть в христианине, но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать и друг другу завидовать. Апостол Павел имеет удивительную особенность. Он в каких-то кратких, кратких фразах выдает очень емкую идею, идею нравственную или догматическую. На этом мы заканчиваем наш разбор пятой главы книги «Послание к галатам апостола Павла». И до новых встреч. Мы перейдем с вами к последней главе. «Послание к галатам апостола Павла» Павла 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 Пав